Опа! Привет! С вами доктор Влад. У нас полтора градуса тепла, правда, тепла. Да, по-моему, разница небольшая, что полтора тепла, что полтора холода. Комментарии. Вот Зульфия пишет. Добрый вечер. Так, мне помогли эфирные масла лимона, эвкалипта и кедра. Я использовала поочерёдно раза три в сутки в течение месяца. Ну, то есть нюхала. Запахи возвращаются медленно, но главное, возвращаются. У всех по-разному. У кого-то через неделю, у кого-то через год. Ну, вот так, ребята. Это всё насчёт запахов после коронавируса, естественно. Так, что ещё? Вот тут Манфред фон Карштейн наш пишет. А у нас в Казахстане пыльная буря и холод собачий. Ничего себе, бутербродик. Пыльная буря. Не метель, а пыльная буря и холод. Вот такие дела. Так. Ну и новости. Основная новость российского дипломата нашли мёртвым в Германии перед зданием посольства в Берлине. Ничего, пельмень. Выпал из окна. Да, ничего. Ну, вот я уже сказал, да. Почему, отчего, пока не ясно. Так. Уже дипломаты выпадают из окон. Русскую привычку принесли в Германию. В российской шахте произошёл пожар. В Кузбассе из-за пожара на шахте Таштагольская эвакуируют более 200 человек. Пострадавших вроде бы нету. Угу. Ай-ай. Корабль «Прогресс МС-17» заберёт с МКС больше тонны мусора. Да как же они там сумели? Господи. Больше тонны. Нормально. Чё, русские, да? Да. Глава ВОЗ рассказал о резком росте смертности от коронавируса в 56 странах мира. Опа. А вот я сейчас посмотрю, что у нас там есть. Ну-ка, ковид или иной? Так. Коронавирусное. Чё-то опять немножко поднимается. Падало-падало и чуть-чуть приподнимается. Так. И по всей Америке тоже. Ай, нехорошо. А может быть тут Россия тоже есть? Посмотрим. Пока ещё Россия страна, да? ПРСРОСИЯ. Ну, в России прёт, ребята. Прёт. Без задержки. Вот так вот прямо. Так. В облуче из-за отказа от прививки уволились все сотрудники скорой помощи. Это город облуче Еврейской автономной области. Как сообщил глава станции, медики отказались делать прививку от коронавируса и написали заявление об увольнении. Ай, пока работают до 15 ноября. И вот дальше. Число уволившихся врачей скорой в российском регионе выросло. Ещё 12 врачей скорой в еврейской автономной области отказались вакцинироваться и уволились. Да, отказ от вакцинации. Написали заявление об увольнении. Таким образом, общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек. Так, Нью-Йорк Таймс. В США арестовали Игоря Данченко, связанного с расследованием связей Трампа с Россией. Так и продолжают, ребята, это расследование. Ну, во время выборов, да. И далее. Якобы там, ну, где-то в Кремле были какие-то сведения о Трампе не очень приличные. Вот. Они его шантажировали. Так, россиянам посоветовали купить новогодние подарки заранее из-за скачка цен. Ну, заодно можно на 2003-й, 2004-й. Цены всё равно будут скакать, ребята. Ой, и здесь это лента РУ, да. И вот тут погибший в Германии российский дипломат оказался сыном генерала ФСБ. Стало известно о критическом состоянии Саакашвили в тюрьме. Так, ну-ка, чё там? У него 35 дней голодовки. Ну, плохо себя чувствует, конечно. Жалуется на сильную усталость. Так. Адвокат Михаила Саакашвили сообщил, что у экс-предента Грузии начались проблемы с речью и провалы в памяти. Не помнит имена своих друзей. Ай-ай. Так. Дания задержала российское судно. Академик Йоффа. И, наверное, все пулемёты отрезала, да? Так, принадлежащая Институту океанологии имени Шершо, Российской Академии Наук. Вот так вот. Ну, шпионское, чё говорить. Так. Российский хоккеист Валерий Нечушкин, живущий в США, может быть дисквалифицирован на 4 года. Он сдавал анализы ещё перед Московской Олимпиадой, что ли? Вот. И нашли у него чё-то. Нашли, нашли, да. Надо же. Сколько лет прошло. Более 70% россиян, по данным соцопроса, не планируют праздновать День народного единства. Это вчера, что ли, было, да? Да нет, я даже не знаю такого дня. Так. А, с 2005 года отмечается День народного единства. День швабры, можно назвать. Так. Очевидцы рассказали о засекреченном в СССР пожаре со 106 погибшими детьми. В 1961 году школа со 106 детьми сгорела за 10 минут. Да, ребята, это где это было? В посёлок Эльборусово, в Чувашии. Да, у них там какой-то праздник был. Загорелось, и никак они не могли оттуда выскочить. А дело в том, что пожарные машины приехали слишком поздно, потому что там дороги не было. Да, ребята, я, конечно, этого не помню. 1961 год, мне 5 лет было. Да мы вообще в это время на Чукотке жили. Угу. Ну, не передавали нигде, собственно говоря. Нигде-нигде, и всех их похоронили в общей могиле, по-быстрому. Вот вам совок, ребята. Да, самое вкусное мороженое. Ой-ой-ой. В Подмосковье, это уже сейчас, подъезд дома затопило кипятком и залопнувшие в квартире трубы. Целый подъезд. Это Балашиха, да. М-м-м, лопается всё. В Новой Москве провели отлов гастарбайтеров. Вообще какая-то фигня какая-то. Отлов незаконных мигрантов. Ужас. Отлов, да. Но это же люди всё-таки, да, мигранты, они или кто? Угу. На территории Москва-Сити провалился грунт. Да, вон провал, так. 30 на 40 метров. Ап, и всё, да. Возле строительной площадки. В результате пострадали бытовки, забор, забор, столбы и дорога. 15-летняя школьница из Москвы, прикиньте, забеременела второй раз за год от разных мужчин. От первого она родила, а сейчас ждёт второго ребёнка за год. Сына родила, и мальчика назвали Серёжа. Ужас. 15 лет. В Чехове из психбольницы сбежал пациент. Ну, я думаю, он уже добежал. До Москвы уже заседает в Верховном Совете. Да, пациент. Ну, он там своих нашёл. Госсовет Союзного Государства Путин и Лукашенко обсудили вопросы интеграции. Всё-таки додавил Путин Лукашенко. По слухам, он уже и Крым что-то признаёт Лукашенко. Я вам вчера говорил, что костный бульон самый вредный. А вот сегодня, так, почему костный бульон работает лучше всех БАДов? А-а-а, он самый лучший, с костей. Так, кладезь важных питательных веществ почти что источник вечной молодости. Ребята, ну вот так вот, медиков слушать. Это ужас. Вчера самый вредный, а сегодня самый полезный. Хорошо. МЧС предупреждает, что в Москве в ближайшее время ожидают чё-чё-чё-чё-чё-чё, украинские танки? Нет, туман, туман. Ну, хорошо, ладно. Что дальше? А, твиттер, твиттер, твиттер. Вспомнила тут историю про загадочную вырубленную сирень около моего дома. В общем, целый год моя семья упрашивала засадить её обратно, и мы наконец-то получили объяснение, почему вырубили сирень. Это было по желанию одной из женщины из ЖЭКа. У неё дочери 17 лет, а сирень сулит безбрачие. Какой-то идиотизм, ну, я не могу. Ладно, хорошо, так. Вы вообще понимаете, тоже твиттер, что население России – это всего лишь 2% от мирового населения, и что на нашу страну приходится 40% всех ресурсов на земле. 40% ресурсов на 2% населения. А у нас люди в помойках еду ищут и собирают больным детям на лечение с эмэсками. Да, ребятки. Так, сотен, сотник, сотник. Саша тут сотник. Ну, знаете, такой, да? Признаки приближающейся войны. Он всегда, он такой, он… Вот его послушать прям так страшно становится, да? Ну, у него YouTube канал, я про него как-то говорил уже. Ну, вот он, да, опять новая страшилка. Признаки приближающейся войны. Сбербанк продаёт свои дочки в Европе. Это вообще-то да. Санкции в связи военной агрессии против Украины неизбежны. Заморозки счетов или заморозки счетов тоже, равно как и отключение РФФ от SWIFT. Путинисты избавляются от рискованных активов. Значит, решение Путиным принято. Ну, то есть, война с Украиной, надо понимать. Так, ещё дальше, дальше. Высылка дипломатов из США. Это ему кто-то, это не сотник, это кто-то ему комментирует. Высылка дипломатов из США, да. Стягивание войск к границе с Украиной, это я вам уже говорил. Остановка подачи газа через Беларусь, Польшу и Украину. Так, размещение Китаем ядерных ракет вдоль границ с РФФ. Я вам говорил уже, да, что они там шахты строят, ну, вдоль границы. Так, нагнетание истерии пропагандистами из СМИ. РФФ и хамская полемика МИДа-РФФ. Всё может начаться в любой день. Меня вчера спросили, а куда Маша делась? Не знаю, Манька, облигация, куда делась. Вообще не слыхать про Захарова И про Рогозина тоже не слыхать А перед этим я чуть не каждый день Так, и здесь тоже продолжение Вот вы столько лет в политике А так ничего не поняли Вся эта военщина для внутреннего потребителя В Кремле давно знают, что армии у них нет Никто ни на кого нападать не будет Ну, может быть, да Не знаю Ну, в общем, я вам рассказываю А дальше додумывайте Это Невзоров ещё когда говорил? Ещё когда была Чеченская война Он говорил, что в России армии нету Воевать некому Да, это Невзоровские слова Так, пророческий писатель Ребят, я не знаю, правда ли нет Известный американский писатель Дин Кунц В 1981 году написал книжку «Глаза тьмы» Где говорится о бактериологическом оружии под названием Ухань-400 Ухань-400 в 1981 году Которое разнесётся по всему земному шару в 2020 году Оно будет поражать лёгкие и бронхи Если кто-то читал «Глаза тьмы» Угу Вот такие дела И вот дальше комментарий Куда интереснее В оригинальном тексте «Глаз тьмы» Или «Глаза тьмы» Или «Глаз тьмы» Вирус объявлен детищем советских военных И назван вовсе не Ухань-400 А «Горки-400» Переименовали его и сменили прописку В кавычках Только в издании 2008 года Выпущен американским издательством «Беркли» Не знаю, я не читал Что у нас тут ещё? А, ну вот насчёт упавшего Вот этого Ан-12 Я вам рассказывал, да? Самолёту было 53 года Убили свою авиационную промышленность Теперь пожимнаем плоды В стране, где 80% территории Лучше добираться самолётами Нет легкомонторной авиации Ну да Так Опять сотник Да господи, ну что он сегодня Со своими страшилками Билл Гейтс заявил Что мир должен готовиться Не только к новым пандемиям Но и к возможным террористическим атакам С применением биологического оружия Которое, по его мнению Могут оказаться ещё более опасным Чем ковид-19 Он что-то узнал Про Путлеровские лаборатории Ну, ребят, вот так Ну, вы вообще-то к сотнику Особенно серьёзно не относитесь Он любит Так вот Коза-коза-коза-коза Ну вот так Ну всё На сегодня всё Пока С вами доктор Влад Субтитры подогнал «Симон»